Пришел в милицию я рядовым, без родственников, без связи, без всего, в общем, дослужился до подполковника, замкомандира Сова. Но вот когда вот эти наши лихие 90-е начались, тогда правительство сразу принимает решение организовывать и управление по борьбе с организованной преступностью, и как составляющая у нас был четвертый отдел этого УБОПа, это вот как раз был СОВА. Вот, и сразу министр вызывает меня и говорит, вот кто будет командиром, не знаю, но дела по замам не приносите, будет колесник. Ну почему предложение так, ну это, как мне поступило, ну потому что, наверное, во всех спортивных мероприятиях участвовал, стрельба, бег, борьба, там, драки, там все. Первую террористическую контроперацию, которая была, проводилась в Чеченской Республике в 95-м году. Вот первый свой Орден Мужества я получил за то, что мы с ребятами 12 суток, в общем, держали оборону, железнодорожного вокзала. Были в полном окружении, в общем, не было ни провизии, ни воды, в общем, слава Богу, были патроны. Нам за это время три раза предлагали сдаться, боевики, сказали, выпустим вас, все, у вас очень много раненых. Тем не менее, мы отвечали отказом и, в общем, свой долг выполнили до конца. Ну, а страх у самого не боится, наверное, только мертвый или дурачок какой-то. Я вот помню прекрасно, как начался первый бой, он у нас шел 8 часов. Первые минуты, да, вот что-то такое было, какая-то опасность, страх, а потом вот навалилась какая-то такая эйфория, вот этого боя. То, что нас не могут взять, то, что мы можем, мы слаженные, мы друг за другу товарищи, мы друг за другу, как говорится, стеной. Вот, и потом уже, конечно, страха не было, уже работала голова, все четко, но страх, он всегда остается, говорю, не боится, только мертвый.